Всем привет, привет, YouTube, Солнечная Турция, на проводе, Кирилл, Элечка, Машуля и Юля Сергеевна. Я запуталась в волосах. Она уже как, знаете, рапилонцева. Какие-то слова были, запутался в твоих волосах. И вот, видите, какой красивый мужчина нас везет. Всегда, ребята, на базар. У нас единственная дорога, только на базар. Да, стандартная прогулка. Так, такси уехала. Обычный прогулочный день, как всегда. Ничего не меняется. Дедушка, смотрите, в шляпе так приуныл. Красиво, да, сделано это? Лампы. Проэкламировать может Эля магазин. А куда пошел Кирилл? А сразу в рост. А Кирилл Сергеевич что-то покупает. Куда пошел? В качочках. Эля, ну что, вчера мы показали в инстаграме, сказали, что твои блины были. Это спектакль за всю нашу жизнь. И девочки написали, что ты большая молодец. Хотели рецепт. Не дадим рецепт, они потом... Здравствуйте. Эксклюзив. Эксклюзив. Слушай, я заказала себе 7. Ты себе сколько заказала? 4. Всего, да? 7 это, не знаешь? Ну, я же не одна. Я же не буду преподавать. Ничего бы сейчас идет. Ну, вот. Но то, Таня, живота будет очень много. Да, между прочим, будет удачно, Таня, живота. Давай, сделай, как ты раньше делала. Ты делаешь? О. Эля, я заказала себе 7. Больших, не маленьких. Не надо мне. 7 ангель. Слышь, а то, знаешь, она мне в оладушке завернет. А тебе 2. Ты превзошла, короче, вообще просто. Нет, ты превзошла, да. Мы вообще в шоке просто. Мы чуть не подрались из-за крайнего блинчика. Аня все равно не досталась. Ну, Аня нельзя, она лазит по палке. Да, пришлось лазить, они граница блин. А маме как-то не досталась. Бедная Аня. Ну, пойдет тебе... А сын что делает? Я не знаю, где он пришел. Светлый. Это сотая рубашка, да? Двухсотая. Это 848 рубашка моего сына. Которые не носятся. Я не знаю, где он их носит. Но мы не видим. Главное, что он их носит. Но он носил в том году. В этом еще... Мы закупаемся на будущее. А, нет. Кирюша, какой ты взял? А ты здесь где? Я не знаю, что ты сказал. У тебя такого нету, да? Такого цвета? Здесь я не рубашка. А, какой ты молодец. Посмотри. Он думает... Я же ему сказала тогда, что надо нам подтяжки. Вот они. Молодец. Умничка. А пошире не было, да? Кирюш, шире нету, да? Это ему для работы надо. Я предложила сделать ему костюмчик. Ой, как это мило. Боже, вот что значит юность. Покажи. Желание загадал? Когда одевали? Ну, а что вы так? Надо новое ж. Покажи сюда, Юля. Я тоже обожаю запонки. Да, я тоже обожаю запонки. Ой, обязательно мне ударить надо было за это. Очень красиво. Смотри, если нужно. Да, мама, если нужно, я посмотрю. А почему именно такую? Смотри, надо... А ты ему подарок хочешь? Ой, какое сегодня милое видео. Ой, а вот это, посмотрите, это такая милость. Ага, ага. А с другой стороны развернулся, там уже желтенькая. Может, ну даже была там... Да на ком. А это так... А это... Так вот и сам это показываешь. Головой крутишь и все. На втором этаже рубашки. Что, пошли рубашку? Давай покурим сигаретку. Где мы ее возьмем? Мы же курили в прошлой жизни, мы бросили. Мы идем на второй этаж? Идем посмотрим, там Калеш выбирает. Сегодня такое милое видео. Посмотри, все друг другу дарят подарки. Я в шоке. Ну, мне это очень дарит. Как всегда. Может, ты не говори. Ты не будешь подниматься? Девки такие шли, свистнули такие такси. Таксиоп остановилась. О, в табакерочке, видите? А, уже спустился. Гирюша, что взяли? Покажи, какого цвета. Он историю снимает. Это Эля ему подарок делает. Он Эля дарит цветы. Три раза, да, Юль? Юль. Юля, наш семейный секрет. Что Кирилл твой дарит цветы три раза в неделю. И ты ему говорила, ты не будешь моим сыном, если женщине не будешь дарить цветы. Ты так его воспитывала? Да, я не позорю никогда на день рождения без подарков не ходила. Громче, я, Ври, не слышу. Если у тебя нет денег, значит, придумай любую историю. Но не идти к девушке без подарков, без цветов. Ты не имеешь права, ты мужчина. И вот это, ой, измените потом подарок. Все, это для меня. Лучше не говорите. Лучше не приходите. Лучше не дарите подарок. И скажите, у меня нет денег оленина. Но вот так как приходит машина без цветов. Вообще не дни рождения. Ты его как воспитывала? А, она у нас по телефон. Какого цвета взяли? Шоколадный. А, такой две. Показывай. Одна вот такая вот шоколадная. Это наш. Понимаешь, рулить фиолетовый. Ой, ну это, да, это, конечно, летний вариант. Великолепный. Длинный рукав? Туда, длинный рукав. Два с длинным рукавом взяли? Да. Ну мы теперь тебя будем лицезреть. Ой, какое сегодня видео. Какой контент. Какой контент. Ну что, идемте. Маш, тебе не жарко? Я говорю, я очень хорошо. А, я говорю, как это круто. Он говорит, ты так говоришь, как будто все уже у тебя закончилось. Я говорю, нет, я просто очень хорошо помню этот возраст. Это были мои самые, самая бурная юность у меня. Самые счастливые годы моей жизни. А? Нет. Не знаю. Может, это Юля, спроси у Юля. Спроси у Юля, если она держала. А, да, ее. Наша вода? А где мы ее взяли? А, она ходила сигареты покупала. Поэтому я говорю, ты что, у меня говорю, как раз мы с Юлей работали в балете. Говорит, а юность, это вот эти вот обнимашки и зажигашки. Я говорю, это круто очень. Давай ручку, малыш. Идем. Ой, как это мило. Ой, как это все мило. Как это красный рюкзал. Как это мило, Юля. Они прям сегодня вообще... Ой, я, вот это знаешь, ты знаешь. Ну, я... Ну, да, да, да. Да, я не люблю твой стон. Я не люблю это все, что окружает мой фонд. Я не люблю Шекспира, его страну больную. Я не люблю любовь и жизнь ее больную. Я в шоке. У меня мурашки. На песню, она называется на английском. I don't need love. Я не нуждаюсь. Димочка, мой, мой, по славе написал оранжевую. Группа Блокалк знаменитой творчестве Петином. Потому что мыши танцоры. Вот. И поэтому вот так попросить. К мамам нет, мне надо забрать Айну. Айну? Мы все равно пошли не в ту сторону. Куда вы меня ведете? Я реширую. Идите лучше за нами, дети. Смотрим за нами. Иди, иди. Надо камнями, да? Вот. Поэтому я начну по поводу любви. Юля говорит, нельзя растворяться в одном человеке, да? Нет, нельзя растворяться в любви. Ведь любовь это, ну, это семейные дети. Она многогранна. И вот так, ой, я тебя так люблю, давай до конца твоих дней будем вместе и умрем в один и тот же день, как в этом фильме. Позже не вышли в церкви и умерли в один и тот же день. Как Кирилл называть? Я тебя так люблю. И он, и она, и он. Я тебя тоже так люблю. Давай желание забираем. Давай. Давай вот будем жить. Вот поженимся. Нет, вот поженимся и умрем в один день. И они уходят в кофе. Уходят в церкви и их сбивают обоих машинах. Как это Кирилл называет? Семь желаний. Нет кубик-будика, когда любимый Арсен Кирилл. Семь километр или как. Когда желание загадывал человек. Бойся свои желания. Когда желание. Я кубик-будик. Твой любимый фильм. Трасса 66. Трасса 66. Нет, здесь желание за два раза не было. Это не два раза. Нет, это не два раза. Один с шариком там. Да, да, да. Это трасса 66. Все, трасса 66. Посмотрите этот фильм. Где там она желание или он. Я ее так люблю. Я хочу, чтобы она до конца дней была моих. Вот мы поженили, чтобы умерли в один день. Они поженились. Вот этот же день их сбила машина обоих. Он говорит. Аккуратно со своими желаниями. И все так говорят. Ну, я в том, да. Суть, я, короче, вам перипетию маленькую рассказала. Боже мой. Должен сегодня был. На Митя сегодня не сказала. Митя Климову, моему куму. Он звонил ему привет. Надо сказать, чтобы он нас посмотрел, послушал. И вообще. Да, да, да. Митя, молодец. Я сегодня слушала. Ну, то я мыла пол. Просто было на громко говорить. Или ты большой молодец. Я очень вообще прям. Ну, хорошо, что есть такие люди. Молодец, умничка. Он вообще у нас разносторонний, разногранный. Настолько прям человеческий. Подожди, давайте здесь, может быть, пройдешь. Нет, давайте прыгать сальто, я думаю. Просто такой здесь каблуки поцарапаются. Смотрите, у меня один так, а другой так. Как вы думаете, закрыть или открыть? Открыть. Открыть. Почему? А из-за того, что у меня носки крутые? Да. Ну, ладно. Просто воздух идет. Просто воздух идет. Дорогу делают, наверное, да? Да, уже несколько лет. Несколько лет? Она обманчивается. А, я думала, сейчас. А это те, кто пьют пиво, алкоголики при людях. На людях. Вот так идешь по дороге, люди берут камеру, кидают голову. Да? Да. Пить нельзя, потом пить нельзя. Мусульмане не пьют. Поэтому, кто пьет с бутылкой, подходишь сюда. И, чтобы грех свой снять, у тебя куф в лоб. А что мне? Я, между прочим, это все в прошлое. У меня уже печень, у меня печень уже чистая. Да, приехала на кодировку, блин. Аккуратно, коблок камень попадешь. А вы эти кого? Это в наркоманах. Слышишь, Юль? А это в наркоманах кидают, да? Да, наркоманах стали вы. Это, ребята, в голову и смерть. Кто хочет умереть от шуалей, приезжайте сюда. Вот эта херня вам. Смотри, делай цветы. Вот, вы знаете, Эль, не снимай в ютубе, это непоконятно. Не актуально. Там дальше очень много. Очень много красивых, да. Ладно, все, идем. Ребята, идемте, да? Не отвлекаемся. Просто она за костюмом, Эля, идет. Говорит, она мне пояс не сделала. Она, Еля, зачем тебе пояс? Ну, платить будешь больше, говорит. Ну, типа, можно просто камнями резинку сделать, говорит. Потому что за костюмом идет Элечка. У них сейчас сезон начинается. Вот, а я как раз уезжаю в солнечную Италию. Разгребать свои семейные дела. Скучать буду. Ты хоть давай Инстаграм видишь, чтобы я хоть смотрела, когда в Италии буду. Слышишь, Кирюха? Кирилл Сергеевич, ты хоть снимай истории в Инстаграм. Я же буду тебя сейчас из Италии смотреть. Да, я буду снимать истории. Побольше, побольше истории снимай. Постараюсь, постараюсь. Кстати, Кирилл говорит, что ему пишут. Да, спасибо большое. Спасибо, говорит, хорошие комментарии пишут, да. У меня как-то добавляются подписчики в Инстаграм, не знаю, с Ютуба или с Инстаграм. Да, конечно, с Ютуба, конечно. Я же тебя... Оно все перекручено, потому что я тебя таргаю, и они с Инстаграма идут. Мне очень приятно, что вы ко мне добавляетесь и смотрите мой Инстаграм, и что-то мне пишете. Всем огромное-огромное спасибо. Добавляйтесь еще. Я надеюсь, что с моей легкой руки у тебя будет твоя публика, которая тебя будет любить, ценить. Надеюсь тоже на это. И вот как только я себе соберу нормальную камеру, если на нормальный телефон с нормальной камерой, или пост на нормальную камеру, я тоже начну снимать что-то в Ютуб. Как раз. Пока смотрите меня в Инстаграме. Очень круто, кстати. Субь и торисы. И буду радоваться вашим каким-то комментариям, замечаниям. Скажи, классно, да? Да, просто. А что и замечания пишут? Не, наверное, это пожелание. Это приятно общаться. Это не он. Не он? Да. Не он, не он. Элечка. Это на инстаграме, я на гречане. Только сюда. Элечка, ты сегодня, это самое, поздно спать не ложись, блинчики нам делай. Я еще не шить эту. А, шить идешь? Обязательно, Элечка. Ты что, мы что, на диете будем, что ли, из-за тебя? Нам надо поддерживать наши мышцы. Мы уже пожилые. А как ты делаешь? Ты просто купила фарш и просто что туда добавила? Я добавила туда яйца и лук. Яйца вареные, я так поняла. Это было очень супер. Это должно быть прожарено, потушено. Знаешь почему? Я просто посмотрела историю Кирилла в Инстаграме. И он такой говорит, я такой, я тоже такой, кстати, не знала, что туда добавляют. Яйца вареные. Без бабушки. А это бабушка, да? Слушай, ну они просто нереально вкусные. Видишь, я из-за твоей истории в Инстаграме узнала секрет, что она туда добавила яйцо вареное. Когда ты снимал, и ты говоришь, я такого еще не е. А я такая, опа, яйцо вареное. Было неожиданное. Супер. Очень вкусно. Безумно. Безумно. Это было. И еще немножко разбавляет. И мясо было. Давайте не будем говорить, я жрать хочу. Я еще не ела. Я тоже не ела еще. Ой, как это мило. Перед работой я тебе сделаю. Я не знаю, мы безумно повезло. У всех, кто пишет, что там что-то хейтеры, которые пишут плохие комментарии. Да нет, там пару человек написала. Эля, если бы мы были бесхарактерные, мы были никому бы не интересны. Бесхарактерные люди, пассивные, они приносят пользу, когда сидят в учреждениях, преподают, я не знаю, детям, в университетах. А человек эмоциональный, он всегда интересен. Понимаешь? Конечно, эмоциональный хирург нафиг кому нужен, потому что он в эмоциях тебе, понимаешь, да, твой пупок перешет к тебе на попочку, понимаешь. Поэтому не надо. Пусть вот такие вот люди ответственные, они будут более такие умеренные, а мы совершенно другие. Катам. Вот здесь Еля вчера покупала специи. Юль, подожди, она возьмет апельсин сушеный. Ну давайте потом, они что-то заводят. Мы потом, потом не будет. Марина Владимировна же едет в Италию, потом приезжает обратно, привозит костюмы, и мы всей группой ей под Новый год дарим подарок. Скажи, блин. Я говорю Еле вчера, говорю, Эля, какие блины, сделай мне еще. Он огромный. Мы договоримся с пацанами, и за 4-5сот отдадут. Вот этот только он огромный. 4-5сот. На балконе будет стоять. А вообще-то это под свечи, ты видела? Нет, я в очках. Да, свечи и туда кальян. Смотрится вообще супер. Короче, рассказываю, вчера Эля, когда блины принесла, я говорю, Элечка, сделай мне еще. Я привезу тебе из Италии муки. Я в шутку сказала, блин, она стоит килограмм, килограмм перевес. А она, я запомнила, девочка, у меня же там стоит 5 килограмм. Ну что, придется ей везти итальянскую муку. А как? Слово невероятно. Да. Улетел, голову сломаем. Улетел, голову сломаем. А ты видел костюм, Элел, Кирилл? Нет, я не видел. На видео не видел? В инстаграме. Нет? Ты меня выставляешь? Мне кажется, что да. Да, воняется. Мороба. Ой, ты божечки. Вы реально котенка берете? Ты что, нет. Какие коты? У нас зеркало, пуфик новый. Ты что? Мороба. Мороба. Ассор, Юра? О, смотри, смотри, какое худое. Не голодные, конечно, у нее. Божьяки вы голодные, дайте детям кашу. Женщина шла по лестнице и на лестнице упала. Видите, рука подомана. Мама, поэтому говорит, не могу ничего убирать. Он как в северике лежит. Мама очень красивая. Нет. Это разве мама, у нее сиськи не рассосаны? У нее как будто из шерсти. Юля, у нее сиськи не рассосаны. Это не она. Это не она, не она. У нее сисечки не рассосаны. Покажи, дай животик посмотреть. Нет, альта родила. А, ну да. А, это через... Ну, это красиво. А, вот, это породистая. Спроси, куда они котят будут девать? Кюрманы. Продают. И раздают. Продают? Вот таких, да. Забирают у них. Ну, это же породистая. Ну, красивая очень морда. Да, она породистая. Так, а с кем они ее свели? С дворовой? Нет. С дворовой они ее свели? Что вкусно? Мы пришли опять к Юлиновой знакомой, которая шьет костюмы. Также она танцует, да? Она также танцует ориенталь. Вот. Конечно, у него еще есть. Покажи фиолетовый. Это вау. Это вау. Она даже не знает. Это вау. Фиолетовый. Давай попробуй, иди. Вы что, специально делаете, когда фиолетовый достаете? Как будет? Потому что ездят, афлит какой. Марина, посмотри, какой. Я говорю, вы что, вы делаете, я говорю, специально, когда достаете фиолетовое? Не хорошо. Она же тебе не сказала цену. А у нее тут много чего она сделала висит и не продается. А есть продается. Давай. Давай, Мери, давай. Я пью ромаданцы. Я пью ромадэш. Как бы. Марин, вот они. По 11 тысяч. Вот она. Это супер. Эля, покажи вот это. Это одевается на плечи. Очень хорошо шьет женщина, конечно, профессионально. Это да, это рубашка с этими. Да. Да. Это такой вот пояс. Это мужской костюм. Да, это, конечно, да. Я считаю, лучше потратить эти деньги, чем купить фигню. Ну да, 11 тысяч. Это на голову. Это мужские костюмы. Вот это с перьями. Да, Юль, ты права. Это, конечно... Ну, это уже... Отойди. Ну, бои, земля. Да, это как раз. Утро был дождик. Как говорит Юля, погода в Измере разная. Я вышла, блин, думаю, ладно, все пошли в пиджаках. Думаю, не буду брать пиджак. Буду брать пиджак. Все равно солнышко сейчас разгуляется, вау. Только где-то залечить, ну, как залечила, вылечила. Я что, таблетки пью, и там, по-моему, еще в 4 дня таблеток осталось. Клепный жиль в аквариуме, сейчас вода не разношается. Кирилл мерил шляпу для шоу, а там еще крылья были белые. Сезон начинается. Ну, я что, езжаю, я дурила. Я говорю, бери, я добавлю тебе на крылья полсумы, добавлю. Покупать тебе эти крылья, они шикарные, они следом. Да, погодка, да? Великолепная погода, просто обожаю. Вот, все, тряпки. Сейчас у тебя зонда, зонда, просто самая лучшая. Это самое лучшее, когда кирпич уже начинает проходить. А еще у нас, конечно, ничего. Это просто дождь, поливай меня. Это просто дождь, поливай меня. Это просто дождь, я тоже под ним. Это просто дождь, вообще забыли мы с кем. Это просто дождь. Да. Это просто дождь. Дождь. Продолжение следует...